Добрый день, мои дорогие тельцы! Я рада вас приветствовать на своем канале. Спасибо вам всем за просмотры, за лайки, за то, что подписываетесь на мой канал. Итак, мои дорогие тельцы, я хочу сделать сейчас для вас расклад на неделю с 8 по 14 мая. Сейчас посмотрим, что вам эта неделя принесет. Неделя убывающей луны. Так что в предыдущих видео я говорила, кто от чего от кого хочет избавиться, прописывайте в действующем времени, как луна убывая, все уберет за собой. Итак, смотрим, мои дорогие тельцы, что вам принесет эта неделя с 8 по 14 мая. Начало недели, середина недели, конец недели. Так, в начале недели, мои дорогие тельцы, вы находитесь в искушении, в соблатне, базарте. Не поддавайтесь манипуляциям определенным, не поддавайтесь определенным каким-то соблазнам, искушениям. Да, вот вы будете гореть этой ситуацией. Ну, дальше я сейчас рассмотрю, ну, в общем, посмотрим, что это будет. Так, середина недели. Какое-то у кого-то из многих тельцов будет радостное событие? Радость, день рождения, там, юбилей, крестины, еще какие-то моменты. Но радость в доме, радость за дом, радость с семейными людьми. Дальше еще, как знаете, я сюда говорю, пришло время собирать урожай. Здесь хорошо. Еще раз повторяю, события местами могут меняться, но они будут. В конце недели у вас идет, мои дорогие тельцы, взаимодействие с женщиной. Женщина за женщиной. Все вокруг этого крутится. Вот. Вот так вот. Теперь по работе смотрим для моих дорогих тельцов на этой неделе. По работе у вас будет хорошая новость. Хорошая новость, как я говорю, располагающая к себе. Приятная новость, прибыльная новость. Поэтому рассмотрите ее. Так, по финансам для моих дорогих тельцов. Ну, по финансам, мои дорогие тельцы, на вас тяжелая ноша. То есть вы, видать, мне тут помогаете. Много взвешено на вас. То есть вы, видать, много оплачиваете за чего-то, за кого-то, не только за свою семью. И еще, видать, кому-то вы помогаете. Но я еще раз повторяю эту ношу. На вас никто не навешал. Вы ее сами себе обрели, да? Ну, вы это дотянете. Это всего лишь неделя. Она пройдет. Ну, вот так вот. То есть по финансам сложно. Тащите, тащите, но вы это дотащите. Много чего на вас взвесили. Вот. Вот так вот. По здоровью, мои дорогие тельцы. По здоровью. Не разочаруетесь. Ресурс есть. Не оглядывайтесь на прошлое. И еще. Кое-какие заболевания, которыми вы болели ранее, на этой неделе, они могут из прошлого как возобновиться. Дать о себе знать. То есть проработайте это. Посмотрите. Обратитесь к медикам, да? Ресурс есть. Замечайте его, да? Но не нужно еще упадать в состояние нылости и депрессии. Вот это вам по здоровью. Так. Личная жизнь для моих дорогих тельцов. Ну, вот вы знаете, вы находите состояние миража, иллюзии, карточного домика, да? Он рассыпается. То есть вы не знаете, что вам выбрать. И там, и там. Но это все иллюзорно. Много тумана, обмана вокруг вас. Насчет личной жизни. Так. Социум. Для моих дорогих тельцов у вас будет какой-то шанс, возможность познакомиться с хорошими, влиятельными людьми. Так что, если вас куда-то будут звать, приглашать, пожалуйста, идите, да? Вот так вот. Это знакомство вам будет дано от Господа Бога. Постарайтесь это заметить. Совет моим дорогим тельцам на эту неделю. Мои дорогие тельцы, уделите внимание своей семье. Вот и поэтому в середине недели у вас семья, семью, за семью, радостное событие, семейные люди. И здесь вам вышел совет. Удели внимание семье. Видите, многие тельцы, не все, но многие, да? Расклад общий, еще раз повторяю. Мало уделяете времени семье. Ну, я понимаю, работа, поездки, заказы, все. То есть старается каждый человек заработать больше, да? На семью времени мало. То есть уделите внимание семье на этой неделе. Чего не стоит делать, мои дорогие тельцам, на этой неделе. Связан какой-то момент у вас, мои дорогие тельцы, будут напрямую связаны с законом. Вот и поэтому, смотрите, в начале недели вы находитесь в искушении, в соблазне. Вы горите какой-то ситуацией. Здесь закон. Вот на этой неделе не влезайте ни в какие сомнительные, мутные аферы, махинации, связанные с законом. Да, это банковские работники или еще какие-то казенные дома вас будут соблазнять, вас будут искушать. Но, как я говорю, этот барин дает, но он и берет. И берет хорошо. Вот так, мои дорогие тельцы, постарайтесь на это обратить внимание и сделать для себя вывод. Вот так вот. И смотрю, чем порадует мои дорогие тельцов. Это неделя с 8 по 14 мая. Вы сделаете правильный выбор, мои дорогие тельцы, вы большие молодцы. Вы сделаете правильный выбор, вы не влезете туда, куда не надо. Вот. И еще у вас выбор может быть, не может, а так и есть. Напрямую связан с работой и дальним расстоянием. Вот. Вот так вот, мои дорогие тельцы. Такая у вас будет неделька. И одна карта с колодой Ленорман для моих дорогих тельцов. Что моим дорогим тельцам принесет эта неделя с 8 по 14 мая. Партнерство. Какое-то партнерство, союз, договоренность. Также само подарки. Подарки могут быть от мужчин к женщине и наоборот от женщины до мужчины. Вот и поэтому у вас в середине недели какое-то радостное событие. День рождения, праздник. Или просто вы захотите посидеть в кругу семьи, давно не виделись. Ну вот так вот. Вам это неделю несет партнерство, союз, договоренность. Но будьте внимательны, не поддавайтесь искушению соблазна дьявола, что касается законных моментов. Может быть вас кто-то будет искушать, соблазнять. Возьмите кредит, возьмите ипотеку. И так далее и тому подобное. То есть до куги будет, так как у нас еще ретроградный Меркурий до 15 мая. Мы еще даем 3 дня, чтобы эта планета стала, как я говорю, на круги своя, только с 18. А вообще в идеале с Новолуния. Новолуния у нас будет 19 мая. В знаке Додиака Близнецов. Итак, мои дорогие тельцы, я сделаю для вас расклад на неделю. С 8 по 14 мая. Желаю всем мира, добра, удачи, благополучия. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пишите комментарии. С уважением ко всем вам. Ваша Аса Таро. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok